Ворк 5 это просто находка для современного студента, ведь тут могут написать любую студенческую работу, освободив вам время для своей работы, встреч с друзьями или занятия любимым хобби. Причем Ворк 5 очень серьезно подходит к своим обязанностям, а каждая работа проходит проверку на процент уникальности, проверку экспертами и отделом контроля качества. Тем более сейчас можно заказать бесплатный план к работе, а по промокоду MOVIE44 зрители получат скидку 20% на все услуги. Ворк 5 учись на 5. Всем привет! Битва между Джонни Деппом и его бывшей женой не только не прекращается, но лишь наращивает свои обороты. И даже более того, становится какой-то просто немыслимой. Наверное еще год назад никто и подумать не мог, что такое вообще возможно. Короче говоря, только на прошлой неделе Депп и его юристы таки добились того, что вся правда о якобы колоссальных пожертвованиях Хёрд на благотворительность вышла наружу, как тут же по горячим следам Эмбер наносит новый удар и идет на какие-то невообразимые сумасшедшие меры. Что же там, черт возьми, такое происходит? Давайте разбираться. Итак, примерно неделю назад Джонни Депп одержал свою очередную победу. А именно, кто вдруг по каким-то причинам еще не в курсе, юристы актера все же сумели добиться того, чтобы сторона Эмбер предоставила подтверждение того, что Хёрд на самом деле пожертвовала сумму в 7 миллионов долларов на благотворительность, о чем она неоднократно заявляла, в том числе и под присягой. И разумеется, чудо не свершилось и оказалось, что никакие миллионы Хёрд никуда не жертвовала, а все ее колоссальные взносы это не 7 лямов, а аж 100 тысяч долларов, которые еще 4 года назад перевел лично Джонни Депп. В общем, мало кто удивился, ну разве что наглость и цинизм у Хёрд, но она, как водится, не стала долго отмалчиваться и решила действовать по логике, что лучшая защита это нападение. Поэтому представители Эмбер поспешили сперва наброситься на Деппа, мол он отчаянно пытается навредить Эмбер Хёрд и сместить внимание со своих собственных проигрышей, а далее произошло и вовсе что-то безумное. Бывшая Джонни и ее адвокаты решили втянуть в это дело еще и компанию Дисней. Да-да, не удивляйтесь, так что теперь и мышиный дом также участвует в разборках звезд. Более того, Хёрд настаивает на том, чтобы слить совершенно всю подноготную ее экс-мужа. Как сообщило издание Deadline, Хёрд и ее представители хотят не просто оформить документы о том, что на самом деле произошло с Деппом во время съемок, включая съемки и повторные досъемки пиратов Карибского моря мертвецы не рассказывают сказки. Они также настаивают на том, чтобы 18 февраля этого года Дисней дал виртуальные показания по этому поводу. А чтобы осознать все безумие, нужно сказать, что помимо втягивания компании в их личные дела, Хёрд еще и требует всю информацию, касающуюся документов и сообщений любого характера о Деппе и случаях употребления им запрещенных веществ или алкоголя, включая подозрения на употребление запрещенных веществ и алкоголя. Кроме того, они ищут подробную информацию о любых задержках или опозданиях, вызванных мистером Деппом, любых случаях насилия или жестокого поведения со стороны мистера Деппа, любой информации о вменении актеру любой вины или найме, кастинге и разногласиях со сценаристами, режиссерами или продюсерами по съемках, монтажу или выпуску «Пиратов Карибского моря 5». Конец цитаты. То есть понятно, на что сейчас напирает Эмбер и ее сторона, они пытаются подтянуть не слишком лояльную к Деппу компанию Дисней и выковырять, что когда-то там 10 лет назад Депп может быть перешел улицу на красный свет, а значит он явно виновен. А еще Эмбер и ее юристы давят в самое больное для Дисней место. Ведь мы все помним, что в 2015 году, во время съемок «Пиратов Карибского моря 5», в личном имении Джонни имел место инцидент, вследствие которого Депп слегка укоротил свой палец, это по словам его бывшей. Сам же актер уверяет, что она имела к этому самое что ни на есть непосредственное отношение. Но как бы там ни было, после случившегося Джонни отправился на операцию в США, съемки остановились и все это стоило мышиному дому миллионов. Понятно, что помимо всех остальных разногласий и обид, данный инцидент для Диснея особенно болюч. И именно на него напирает Эмбер, ожидая, что представители мышиного дома такие не удержатся от возможности поквитаться с Деппом. Ну а чтобы еще подлить масло в огонь и усилить грядущее грязное публичное зрелище, юристы Хёрд также хотят получить всю информацию, касающуюся всех документов и сообщений любого характера между Диснеем и мистером Деппом с 1 января 2018 года по настоящее время. То есть еще раз, совершенно все переговоры, вплоть до устных разговоров, записи звонков, сообщений, документов и договоренностей, и это на минуточку за более чем 3 года. Все это сейчас должно стать достоянием общественности. И как говорят сторонние юристы, подобного рода меры являются просто беспрецедентными. И еще, скажем, полгода назад никто бы даже и не подумал, что это вообще возможно. Ну а теперь это данность. И мы видим, как Эмбер Хёрд очень быстро спешит произвести контратаку, чтобы отвлечь внимание от своей лжи и подлости с якобы пожертвованиями на 7 миллионов. Да, ну и кстати в своем лжесвидетельстве, за которое в Британии очень символично срок ту же 7, только не миллионов, а лет. Почему-то сейчас об этом никто не говорит, а сами адвокаты бывшей Деппа орут в один голос о грязной компании против их клиентки, ну и как видите, спешат перевести игру на чужую половину поля. Причем если вы думаете, что все ограничилось только представителями компании Дисней, которые, к слову, говорят, что официальные повестки пока что не получили, то вы заблуждаетесь, потому что не только Дом мыши, но и Департамент полиции Лос-Анджелеса теперь подключен к делу Джонни Эмбер стараниями юристов последней. Потому что во все том же требовании было также сказано, что полиция должна предоставить кадры с телекамер от двух офицеров, а также все документы и сообщения любого характера, созданные, отправленные или полученные в связи со звонками службы экстренной помощи в Восточной Колумбии от 21 мая 2016 года, касающихся мисс Хёрд, ссылаясь на решающий и оспариваемый инцидент, который привел к запретительному судебному приказу и вскоре после этого к разводу Деппа и Хёрд. Также в широкомасштабной повестке говорится, что сюда входят все внутренние и внешние отчеты, сообщения и другие документы. Казалось бы, в целом довольно неплохая инициатива, ведь действительно предоставление записей с личных камер офицеров, которые прибыли по звонку Эмбер Хёрд тогда в 2016 году, а также их переговоры могут раскрыть правду, но тут есть как всегда двойное дно и двойная цель. И суть ее заключается в том, что вместе с записями инцидента от 2016 года данное заявление также требует еще и все документы и сообщения любого характера с мистером Деппом и или любым из агентов мистера Деппа, поверенных и других действующих от его имени, от 21 мая 2016 года аж по настоящее время. Плюс ко всему адвокаты Хёрд установили для полицейских города Ангелов и жесткий дедлайн, 8 февраля, это дата, когда они должны предоставить всю информацию. То есть, как видите, Эмбер пошла в серьезную, хоть и совершенно безумную контратаку. Если кому-то кажется, мол, ну собирает информацию, что тут такого, то вы очень сильно заблуждаетесь. Потому что в теперешней ситуации, как мы уже могли убедиться, любой взгляд, любое слово, не говоря уже о действии, может иметь колоссальное значение. Исли в такого грандиозного количества всей личной и конфиденциальной информации, это просто непаханное поле для адвокатов Хёрд, где они будут всеми силами пытаться найти хоть малейшую зацепку, за которую можно ухватиться зубами и потом раскрутить. И это мы уже не говорим о всех остальных аспектах, когда с Джонни просто-напросто хотят снять кожу, по-другому подобные требования не назовешь. Ведь что это, если не публичное желание просто вытряхнуть Деппа наизнанку и вывернуть в обратную сторону, вытащив совершенно всю информацию за 5 лет? Конечно, сам Джонни Деппа и его сторона пытаются всеми силами помешать подобному произойти. Юристы Джонни уже сказали, цитирую, «Ходатайство ответчика – это непростительное злоупотребление процессом раскрытия информации, и оно усеяно ложными заявлениями в суде». Говорится о возражении, поданном 8 января. Мисс Хёрд подтверждает, что она встречалась и беседовала добросовестно, но это неправда. Мисс Хёрд также утверждает, что мистер Депп отказался предоставить полную информацию или доподлинные ответы, что тоже является ложью. Хёрд продолжает обременять этот суд легкомысленными ненужными действиями, которые нарушают правила Верховного суда Вирджинии. Мистер Депп с уважением просит суд отклонить последнее ходатайство мисс Хёрд и применить к ней санкции. Хватит – значит хватит. В общем, как видите, стороны опять сошлись в очередной ожесточенной схватке и попытках посильнее прижать друг друга. Кстати говоря, Эмбер Хёрд не останавливается даже на этом, недавно заявив, что Джонни Депп якобы добивается того, чтобы фильм «Аквамен 2» был отменен. Естественно, по причине того, что типа сама Хёрд должна играть там одну из главных ролей. И мы даже сейчас не будем говорить о том, что участие Эмбер на 100% до сих пор не подтверждено студией Ворнер Бразерс. Хотя, конечно, скорее всего, о чем уже не раз появлялась информация, Хёрд таки сыграет свою роль. Также сейчас можно даже не упоминать о том, что при всем уважении к Джонни, у него уж точно вряд ли хватило бы сейчас сил и влияния, чтобы воспрепятствовать одной из самых крупных и могущественных студий Голливуда Ворнер Бразерс снимать сиквел своего самого кассового супергеройского фильма. Даже если не упоминать об этих двух пунктах, которые уже делают заявление Хёрд полным бредом, не кажется ли ей, что вот как-то уж слишком много чести для одной мисс Хёрд утверждает, что мир крутится вокруг нее самой, и один из самых авторитетных актеров Голливуда борется с одной из самых крупных киностудий только из-за того, появится или не появится она в их новом фильме. Попахивает, честно говоря, шизофренией и манией величия. Хотя от Эмбер Хёрд это не странно, взять хотя бы ее прошлое обвинение своего экс-мужа в том, что он якобы не давал бедняге возможности ездить самой за рулем, везде приставлял к ней водителей, в общем контролировал и тиранил как мог. Кажется, о боги, бедная жертва, как собственно и расценил слова Хёрд, самый честный суд Великобритании. Но немного копнув вглубь, оказалось, что во-первых, за Эмбер числится целый шлейф нарушений правил движения, то есть на дороге она потенциально опасна не только для себя, но и для других, ну и второе, что прежде чем быть обремененной личным водителем, вообще-то Хёрд разбила новенький рейндж-ровер Джонни, и только после этого актер решил, что пусть лучше сама машина эта горе-гонщица не управляет. Ну и в общем так все, куда ни копни, везде видно, насколько же лживое, двуличное и гнилое создание это Эмбер Хёрд. И конечно сейчас она как змея извивается, чтобы посильнее кусить Джонни, но что-то мне подсказывает, что как в Лондоне, теперь уже не будет, и на сей раз, правда, точно должна будет восторжествовать. Что ж, я надеюсь, что так оно все и случится, кто за, ставьте лайк под этим видосом, пишите ваши комментарии, ну и конечно же традиционно призываю вас подписываться на канал и не забывать нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо всем за просмотр и всем пока.